Друзья, я всех рад приветствовать, мы находимся на Радмире, это первый сервачок, продолжаю, я вижу, что вам нравятся будни в полиции, поэтому обязательно лайк ставьте, если понравится этот ролик, продолжаю, я служить Родине, кто-то говорит, почему у тебя в прошлый раз было звание рядовой, все нормально со званием, я также третий ранг, я старшина сейчас, и нам один из руководителей читает лекцию, скучновато, конечно, но давно пора меня уже повысить. Друзья, много и долго, я, конечно, брал небольшой отпуск, всем известно, но все равно я много уже поиграл достаточно, много выполнил заданий, мне прошлой грамоты, да, не хватило и благодарности, я бы все-таки за то задание звание выдал, но не я решаю абсолютно, друзья, это не решаю не я, если мне захотят выдать звание, если видят, что я хорошо работаю, мне звание дают, если нет, значит нет. Но мы, как я уже говорил, друзья, в будущем добьемся вот тех вот масок, вот тех вот щитов, когда-то на нас все это тоже будет, и мы, надеюсь, будем участвовать в каких-нибудь захватах, захват наркопритона или что-нибудь, освобождение какой-нибудь школы там, что-нибудь такое интересное, думаю, нам попадется. Ну а пока мы просто ездим обычно по всяким переулочкам, драки, алкаши, грязные бомжи, в общем, как все обычно происходит на улицах России. Все, начинают раздавать уже задания, которые желают, подождите, мне тоже надо крикнуть, давайте на всякий случай, на всякий случай. Друзья, я вам скажу, что когда вы находитесь в полиции, нужно обязательно проявлять себя, я это уже много раз говорил, старайтесь писать чаще, чем вы чаще пишете, тем ваш ник чаще мелькает в чате, а это как раз таки значит то, что вас чаще будут замечать, вы чаще будете попадать на глаза, поэтому если есть любая возможность где-то что-то написать куда-то в рацию, либо просто поздороваться, пишите обязательно, что вас видели, что вы играете постоянно, что вы готовы служить, это тоже влияет. Я вам говорю как человек, который сам играл в САМП, который сам прошел полицию, который дослужился до высокого ранга в ФБР, и это был крупный, один из крупных проектов, не буду называть какой, но это работало, это очень работало, в его патруль так к нам подошел. Бабуля, кстати говоря, мы ее убивали, я помню прекрасно, мы ее убивали, она походу восстала из мертвых, наверное, это просто ее сестра. Дипиджейс в патруль, есть, есть, друзья, все, идем просто патрулировать, обычная патруль, кстати, давно я не участвовал в обычном патрулировании, честно говоря, поэтому сегодня мы с вами, а какую машину убрать? Кстати, на УАЗике вот этом я еще не ездил, мне еще и дали руль, то есть наш ЗАЗ сейчас патрулюет район, какой район? Ко мне уже кто-то обратился, тут бандиты стреляют по всем, друзья, если вы вот встретили такого человека, который там невнятно что-то говорит, просто пишите, разберемся. Как это делают все полицейские даже в реальной жизни? Просто слово разберемся, и этого достаточно, чтобы уехать. Как он, он стоит, что ли, ничего себе? Макс, ты настоящий, я настоящий полицейский. Нам нужно сейчас с напарником заострить внимание на переулках, друзья, вот вы также ездите, вам дали указание ездить по вот этим переулочкам различным. Вам необходимо заезжать также во дворы, как это в реальности происходит, потому что во дворах могут находиться какие-нибудь бомжики, которые дерутся. Может быть, конечно, и не бомжики, простые люди, но бомжиков полно, их очень много, поэтому на них внимание нужно заострять, полиция в первую очередь. Так, друзья, нужно себя проявлять. Сопровождение. Это моя личная инициатива, будем сопровождать инкассаторов, потому что эти люди, они действительно свою жизнь готовы дать ради сумки, которая находится у них в машине. Вы прекрасно знаете, что здесь системно можно грабить инкассаторов, и не дай бог, к ним сейчас какие-нибудь бандюги пристанут, за ними погонятся, и их легко можно будет ограбить. Но чтобы ограбить, друзья, нужно их ликвидировать, убить этих инкассаторов, у меня есть целая серия по этому поводу, поэтому давайте немножечко их похороняем. Но, по-моему, друзья, ребята справляются, ребята очень хорошо справляются, я вижу, что они мастерски водят машину, поэтому оставим их. Друзья, полицейская машина только что перевернулась, было нарушение со стороны шахи какой-то, но мы полицейские, мы не жалуемся сразу, не пишем, товарищ полковник, наша бибика немножко сломалась, не нужно ныть. Старайтесь держаться на местах, где присутствует больше всего людей, именно там происходят в основном драки, избиения различные. Друзья, загорается красный свет, не забывай останавливаться, пешеход должен пройти, пешеход должен пройти, проходите. Чего? Куда ты пошел? Ну, е-мое. Я думал, он как гражданин ответственный ждет зеленый свет для себя, а помогите отбиться. Отбиться? Что-то у нас кричит бомж, секундочку. Здравствуйте, в чем дело? Что случилось? На меня напали, кто? Что случилось? Друзья, напали на человека, спрашиваем, имелось ли оружие у нападавших, потому что если мы сразу сюда побежим, не подготовлены, нас могут просто хлопнуть. Пойдемте, покажу, секунду. Да, пишут. Может под крепление или он под наркотой? Какой-то он странный. Кто будет нападать на бомжа? Посмотрите на него. Кто на него будет нападать? Кому он нахрен сдался? На органы, что ли? Да на органы, если будут врать людей, ну точно не бомжей грязных, спидозных всяких, которые болеют с тысячами болезнями. Так там вообще никого нету. Ну пошли, пошли. Покажи, покажи, что там. Походу он нас хочет ограбить, друзья. Ограбление века от бомжа. Ограбление... Подожди, подожди, подожди. Давайте я все-таки не буду. Нельзя бросать транспорт, патруль, тем более без двери, друзья. Если вы потеряли дверь, то обязательно вы должны глаз на глаз, потому что могут украсть руль, могут украсть педали и все такое. Все, вот здесь вот мы его оставим. Вот так вот, пусть стоит, чтобы мы его видели прекрасно. Так, люди тусуют во дворе. Какие крутые стоят, смотрите, пацаны. Дворовые пацаны. Обычные, друзья, дворовые ребятки стоят. Так, вижу. Они, что они именно сделали? Так, там подкрепление, слышу, едет. Да, кто-то, да, вызвал подкрепление кто-то, ничего себе. Ребят, сюда давайте, сюда разворачивайтесь. Блин, сюда надо было ехать, вы что делаете? Это только народу. Молодые люди угрожали данному гражданину. Слушайте, а он не наркоман, действительно. Сказали, что убьют меня, если не уйду с района. Почему прогоняете? Знаете, если бы у меня во дворе сидел бы бомж какой-нибудь, который воняет жестко, да, мешает, то я бы, наверное, тоже его прогонял. Поэтому это неудивительно. Что хотим, то и делаем. Спокойно. Я с вами спокойно разговариваю, зачем угрожать людям, тем более бездомным? Ну, как я понял, или алкашам, хотя не будем, мы же не знаем, бездомный или нет. Поедешь с нами, парни вяжем. Чего? Блин, они охренели, что ли? Напарник, подмогу. Ни хрена себе не профлудили. Оружие с гарировкой снял с предохранителя, перенес затвор. Не рыпаться, его заберите. Вам зачем это? Вам заняться нечем? Чего вам не стоялось? Мне тут сообщили. Ты информацию знаешь? Да какую информацию? Фильмов пересмотрели. Гопота дворовая, с рук не сойдет. Еще пушки. Ладно, ладно, ладно. Все, все, только не стреляйте. Проходи, подсолнух. Подсолнух? Я уже сколько лет не слышал этого слова, подсолнух. Все, все, спокойно. Где мой напарник? Пока я с ним возился, я тупо проглядел. А вот напарник, вижу, в тачке сидит. Куда они его повезли-то? Верьезно, напарника увозят. Быстро выйдет. Да в смысле выйди? Че вам нужно? То выйди, то зайди. Отпустите меня. И я вас не трону. Ничего себе, уже рассуждаю, как Рэмбо какой-то. Мы больные. Иди. Куда? Быстро. Да куда, черт возьми? Взял за шиворот. Ни хрена себе. Друзья, запомните его. Как у него Ник взял за шиворот и потащил? Флакс Белли. Флакс Белли, запомнили. Нифига себе, у них еще вертолет, друзья. Во дворе прям, в домов вертолет стоит. Здесь должны детишки играть в футбол. Они, походу, их мячик отобрали. И они пошли плакать родителям, друзья. И сюда они приземли свой вертолет. Что здесь делает вертолет? На детской площадке. Не твое дело. Ладно, ладно. Все, все, все. Друзья, не надо быть настырными. Будете настырными, пуля в лоб прилетит и все. До свидоси, как говорится. Я не знаю никакой информации. Я вообще не знаю, какую информацию им нужно. И что я знаю? Что я знаю? Ну, знаю, что у нас есть полковник. Знаю, что у нас есть подполковник. Знаю, что у нас есть место, где берем оружие. Что я знаю в полиции? Ничего не знаю. Я думаю, легко можно зайти и посмотреть то, что есть полиция. Какая информация? Тихо. Чуть авария была с интернетами. Обалдеть. Ну, здравствуй, пацан. Ну, как у тебя дела? Какого черта вы еще существуете? Я думал, вас всех повязали уже давно. Друзья, каждое похищение. Каждое похищение заканчивается обычно тем, что их вяжут. Их расстреливают. Они какие-то глупые. Что за глупые люди? Зачем меня опять похищать? Ты думал, у нас связи нет. Ты смотри, не рыпайся. А то быстро на мясокомбинат полетим. Они не будут этого делать. Они слишком добрые. Чтобы лететь на какой-то мясокомбинат. Смысл нам вообще лететь туда? Не пойму. Мне мясо не нужно. Не хочу никакого мяса. Просто отпустите меня. И я промолчу. И ничего про вас не скажу. Блин, мы не делаем докладов. Нам же нужно доклады делать. Но если я сделаю доклад, меня тоже шлепнут, скорее всего. Бегом на выход. Все, 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 все. О, у меня парашют есть. Отличненько. А! Слушайте, я могу просто сейчас разогнаться и спрыгнуть, получается. Вот так же будет с тобой, если не расскажешь, что знаешь. Что я знаю? Я знаю, что на обед картошка. Это что, прыжки с парашютом? Это розыгрыш. Я могу прыгать. Только для тебя парашюта нету. Друзья, он у меня отбирает парашют. У меня вообще, друзья, все отобрали. Получается и оружие, и парашют. В общем, сейчас я вообще беззащитный. Какая информация? Ну что, как вижу, ты хоть что-то можешь. Выбирай, откуда прыгать будешь. В смысле? Вы парашют верните, и я прыгну. С парашюта я прыгать умею. Но я умру. Рассказывай, с кем сотрудничаешь. С полицейскими? Это правда? О, нет, никто не знал, что я сотрудничаю с полицейскими. Раскрылась тайна вселенной. Я же сказал, я сказал. Я сотрудничаю с полицейскими. Нам нужна полезная информация. Слушайте, какую можно полезную информацию им дать? Трэш какой-то, я не понимаю, дал леща, ты спокойней. Лещами тут давать не надо. Слушайте, мы находимся на высоте, не знаю, сколько здесь метров. Но, по-моему, друзья, километров тут точно будет. Если я свалюсь, то сломанной ногой я навряд ли отделаюсь. Ты стоишь на краю смерти. Я не на краю, мне не страшно. Ну, пойдем к краю. Да не, 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 не. Я пошутил, мне страшно. Мне страшно. Очень страшно, нет, на краю мне не надо. Показывай, где падать будешь. Да пошли вы. Быстро, друзья, быстро. Коронный, коронный ход. Коронный ход, где выход. Срочно выход. Давай, где же дверь? Чертова дверь, где ты? Подожди. Но, блин. Тут что, нет дверей, что ли? Друзья, что внизу? О, господи. Друзья, тут некуда. Тут не лестниц, ничего нету. Все, все, стою. Стою, сижу, стою, сижу, сижу. Друзья, попытка бегства не удалась успехам, к сожалению. Куда убежать собрался? Где тут выход? Вот, друзья, почему они на вертолете меня сюда привезли. Чтобы я отсюда вообще не сбежал, друзья, это конец. Вы понимаете, что если они меня скинут, то это все, конец полиции. Больше полиции не будет. Хорошо, хорошо, друзья, походу это серьезно. Я все готов сказать. Что необходимо? Только не делайте глупостей. Я сначала, знаете, думал с юмором, как обычно, но здесь уже не до юмора, друзья. Здесь конец. Что говорить? Земля тебе пухом. Стойте. Секунду. Кажется, я знаю, что вам нужно. Просто дайте время. Друзья, я стою на краю смерти. Это реально край смерти. Все. У тебя его нет. Стой. Секунду. 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 Вам нужна информация или нет? Быстро, даю последний шанс. Что можно придумать? Быстрее. Полковник. Гей. Все. 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 Я все рассказал. Господи, я не знал, что сказать, друзья. Мне просто нужна была какая-то информация, чтобы... Что он полнул ее спину. Друзья, все. Конец. Я умер, друзья. Больше не будет полиции. Больше не будет полиции. Это конец. Что? Я вышел. Скорая помощь. Вы красавцы. Вы просто молодцы. Вот они меня поймали, друзья. Как это возможно? Господи. Сломал руку. Просто перелом руки, друзья. Скорая помощь. Я не читал рацию. Я не слышал, что там на походы. Друзья, меня уже просекли. Где я нахожусь? Вызвали подкрепление. Рука. И эти наверху ублюдки думают, что я сейчас сдох. Меня поймали эти классные ребятки. Где у вас болит? В смысле? Рука переломная. Рука болит. Он походу руку сломал. Что они там вообще писали? Мне интересно. Он что, меня поймал, что ли? Ты видел то, что не должен был видеть никто. Это он про гея говорит, что ли? Это что? Я в точку попал, да? Тогда полетели. Ужас. Ужас, друзья. Но это невероятно. Господи, как это возможно? Как вы меня поймали? Отошли все. Походу было подкрепление. С другой стороны, смотрите, ребята находятся. По карте видно, что сюда едет подкрепление. Но подкрепление уже не нужно. Они все на крыше находятся. И, кстати говоря, я что-то, когда бегал вокруг, я не видел их вертолет. А, вертолет, скорее всего, улетел. Давайте что-нибудь из анимации прикольное, наверное, сделаем. Вот они, ребята, которые спасают. Представьте, если бы я сейчас разбился, все, моя полиция завершена, как говорится. Но нет, эти ребята спасли меня с такой высоты. Я не знаю, что они там сделали. Сделили подушку пусть, да, будет так. И я упал в эту подушку и выжил каким-то чертовым чудом, сломав руку, отлетев от них еще. Правая, правая рука. Кости торчат. Хорошо, что я не ударился вот об этот забор или об стену. То есть я прилетел прямо... Там кто-то ДПС-ник стоял вроде, а прям под ноги кому-то прилетел. Попробуйте пошевелить, да я не смогу. Пошевелил рукой, друзья, ну все, отыгрываем сломанную руку. Потому что, ну, без последствий упасть, да, и типа встать такие, ребят, все нормально, все нормально, пожалуйста, не надо. Это невозможно, понятное дело. Поэтому хотя бы сломанная рука, наконец-то, скоро. Долго едет. Только что здесь столько машин стояло, и одна не могла что-то завестись. Коллеги, они наверху. Вы их взяли? Хотя какой взяли? У них даже вертолет там, никакого вертолета не было, ничего. Живи, живи. Кто так, кто так за меня прям? Живи. Живи. Живи, Михаил, буду жить. Буду жить только благодаря тебе. Ну-ка, здоровье, вам надо в больницу. Надо? Конечно, надо. Ее, еще и две. Нет, меня, пожалуйста, в двух не надо, и мне достаточно одной только, поэтому давайте. Загружайте. Ну и тушку, друзья, ну это невероятно. Все, был конец, сто процентов. И когда я падал, вы уже прекрасно, когда я летел. Каждый из вас прекрасно понимал, что это конец. Что больше не будет полиции, потому что полицейский умер. Ничто не могло спасти. Ну как можно упасть на асфальт и выжить? Но нет, скорая помощь. Вот как она здесь работает, друзья. Если бы не эти бравые ребята, всем им огромная благодарность. Они выстроили какое-то сооружение из себя просто и поймали меня. У нас здесь перекрыто, ничего себе. Они еще и полицейские, тоже молодцы. По всей видимости, меня как-то определили по маячку. И, собственно, поняли, что будет. Только какого черта они определили, куда я буду прыгать. То есть они, видимо, видели меня на краю и быстренько все это соорудили. Но получилось очень здорово, конечно. Смотрите, сразу же по встречке. Просто в наглую по встречке. Хотя, в принципе, не обязательно было. Дорога так-то чистая. Поэтому можно со встречки съезжать. Вот так вот. Здесь тоже, смотрите-ка, перекрыто. Ничего себе. Они тут... Они целый город перекрыли. Из-за одного сотрудника перекрыли. Задавил. Молодец, ДПС-ника. Моя рука важнее, чем жизнь сотрудника ДПС. Они перекрыли целый город. Только для того, чтобы спасти жизнь полицейскому. И они это сделали. Друзья, и прямо сейчас эти же ублюдки думают, что я умер. Все, конец. Подсолнуха больше нет. Но как же они ошибаются. Все, друзья, привезли. Привезли. Я здесь. Я жив. Правда, правая рука, конечно, сломана очень сильно. Кости торчат наружу. Но я думаю, что наши врачи сделают все, чтобы она вновь работала. И я без проблем нажимал на курок своего автомата. Я надеюсь, вы не подумали ничего плохого. Друзья, посмотрите. Даже здесь меня защищают. Всех. ДПС-ник просто рубит. Всех. Даже скорую помощь, которая меня спасла. Но единственное, что я делаю. Отошли все быстро. Упады. Единственное, что сейчас происходит. Достал. Все. Меня, короче, лекают, друзья. Меня лекают. А я просто расслабляюсь. Так. Лежу. Отдыхаю. Загораю. Мне это все нравится, естественно. Потому что я выжил. Сопровождение своих начальников. Сопровождение заместителей, я так понимаю. Глав врача. Очень слаженная работа, на самом деле. И даже вот этот вот очень много кричит. Отошли все. То есть он умеет командовать. Соответственно, скорее всего, этот человек в будущем будет в полиции. Я так полагаю. У Ярослава есть тот самый стержень полицейского. Все, друзья. Рука у меня прошла. Теперь я могу здороваться, наконец-то, снова со всеми. Полицейские приехали меня забирать. Эти же самые полицейские. Преданные мы. Поэтому, друзья, я забираю из шкафа свои вещи. Все, друзья. Мы выжили. Я выжил. И я буду мстить. Все, полицейская машина меня уже ждет. Я так полагаю, сейчас нужно будет объясниться нашему руководству, в чем дело. Конечно же, за это, друзья, это провал. Это провал, по идее. Потому что я за сегодня ничего не выполнил. И никто мне звание, естественно... Ох ты, чуть столб не вмазался. За сегодня я не выполнил никаких заданий важных. Единственное, только были затраты на меня, а не какая-то польза. Поэтому навряд ли я получу звание или благодарность. Но, в любом случае, старшина. Мы остаемся пока старшиной. Я не думаю, что нас понизят. Потому что это было наглое похищение. И это было вообще убийством. Я вам скажу, чудом я выжил. И я продолжу, соответственно, служить этой стране. Друзья, я дома. Я вновь здесь. А ведь мог не быть. Вот они. Вот они, любимые КПЗшники. КПЗшники. Бабуля даже здесь находится. Ничего себе. Вы герой. Да? Почему? Что значит, я герой? Сорвал медаль за отвагу с груди? Серьезно? Ты же меня героем назвал. А мне давали же, да, медаль за отвагу? А он мне ее сорвал. За что? Меня просто похитили. Положил медаль на ладонь человеку напротив. Он у себя медаль за отвагу сорвал? Ааа, спасибо. Спасибо, неожиданно. Подождите. А у меня какая-то медаль... Я забыл, какая у меня медаль была. Она, походу, не за отвагу была. Спасибо за вашу отвагу, которую вы провели в этой ситуации. Но, блин, честно говоря, отваги-то никакой не было. Слышите-ка мне в кабине. Есть. Прошу меня простить. Мне нужно отойти. Еще и деньги дают. Ничего себе. Слушайте, я что, вернулся с этого как герой какой-то? Хотя, эээ, тихо, хорошая, хорошая, с деньгами я заваливать. Служу России. Блин, вот так вот, знаете, типа, сорвал, дал, типа, знаете, как 5 рублей каких-то. Это невероятно, на самом деле. Отдал честь. Давайте, давайте, он у нас тоже какой-то высокий ранг, поэтому пожмем руку. Спасибо всем, мне нужно идти. Меня вызвали, меня срочно вызвали. Вызывают. Они знают, что такое, когда вызывают, поэтому я отдыхать. Нет уж, я пойду в кабинет к начальству. Разрешите? Проходи. Так. Здравствуйте, здравия желаю. Уже прям подготовил, знал, знал. Что с вами случилось, он спрашивает. Меня похитили старые знакомые, их цель была меня убить. И когда я летел, кто знал, что это конец? Они думают, что я мертв. Я знаю этих парней, и можно попробовать выйти на их след. Но, подождите, он уже полковник у нас, правильно? Он же у нас полковник самый настоящий, ну-ка. Полковник Джон Манхэттен, друзья. А я его обвиню. Я пытался... Простите меня, товарищ полковник. Слушайте, а ему сказать вообще или нет про это? Они пытались у вас узнать какую-либо информацию. Товарищ полковник, чтобы вы там не узнали, про что я им говорил, пожалуйста, не берите в голову. Я пытался сохранить жизнь. Он узнает, он узнает, друзья, мне попадет 100%. Ничего лишнего не сказал? Ну, как бы... Да. Ничего лишнего. Надеюсь, этот слух не разлетится. По району. Чё сейчас сзади ставят? Это чё, меня охраняет, что ли? Такое внимание, господи. Если что-то узнаю, будет очень плохо. Ну, хорошо. Ну, хорошо, я... Ладно. Нет, друзья, нельзя говорить. Нет, я не буду. Я не могу это просто сказать. Хорошо. Хорошо. Просто хорошо. Я не могу сказать, типа, товарищ полковник, я назвал вас геем. Типа, это секретная информация. Ничего страшного. Естественно, я вообще на ранг сразу буду понисть, что меня уволят. Пусть, если узнают, то узнают от них. Но не из моих узлов. Поэтому, тишина, молчим. Вы хорошо их знаете? Ну, более-менее. Тогда вы мне всё изложите это в рапорте. Хорошо, хорошо. Я пишу, что раньше я там состоял. И по какой причине я вообще служу здесь? Все, наверное, прекрасно знают, кто следит. Да, я раньше был там. Меня поймали. И у меня было условие либо служить полиции, либо оставаться в тюрьме. И я был вынужден. Хорошо, хорошо. Завтра рапорт напишу. Друзья, ну, вот такие вот чудеса случаются в КРМП. Поэтому, если что, это первый сервер КРМП Радмир. Ссылочки в описании все есть. Я служу в полиции. Поэтому вступайте обязательно в полицию. Мы с вами увидимся 100%, как и со всеми этими ребятами. Ну, и вводите обязательно, если вы перешли сюда недавно, вводите команду MN. И 10-й пункт промокод. Вписывайте капсом слит на MaxDeep. Вам приходит денежка от меня. И от вас мне приходит денежка. Соответственно, все довольны, все рады. Ну, и кому понравилось, друзья, обязательно лайк ставьте, чтобы я видел, что это все-таки вам нравится. Это очень большой показатель. Ну, и будем дальше служить. А я всем желаю удачи. Спасибо за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok